Дорогие братья и сестры, Господь через наших дорогих братьев сегодня напомнил нам, что мы живем в последнее время перед пришествием Иисуса Христа, и, как Господь сказал, что и в который час не думаете, придет Сын Человеческий, и в это время многие придут, говорит Господь, под именем моим, и многих прельстят. И поэтому пусть и мы будем внимательны к Слову Божему, как Иисусу Навину было сказано, да не отходится я книга от уст твоих, но получайся в ней в день и ночь, и тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. И в продолжении служения мы также будем еще читать Слово Божие, которое записано в 8-й псалом, читаем 4-й и 5-й стихи. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его». И Творец Вселенной, наш Спаситель Иисус Христос, Который сотворил все видимое и невидимое, и Он знает каждого по имени, дорогие. Он насколько вникает в дела человеческие. И почему? Потому что Библия говорит, что человек – есть творение Божие, созданное по образу и подобию Божию. И это подобие не в физическом сходстве, а в том, что характеризует человека как Личность. как Личность, а это именно мышление, чувствование, творческое начало. Человек также может многое создавать. И поэтому человек, он создан по образу и Божию, по подобию и образу Божию. И поэтому человек – плотянин, а Бог – есть Дух. И поэтому мы можем только быть подобны по внутреннему состоянию, не по физическому, не по цвету волос, не по цвету кожи, а именно в том, что характеризует нас как Личность, что мы можем мыслить, чувствовать и также что-то созидать. И из-за всех обитателей Земли только человек имеет способность самосознания. А это значит, что он может, человек, давать оценку, вот, полную оценку своим мыслям и своим поступкам, как бы просматривать, какие последствия, что это будет стоить. Только он имеет эту способность. И поэтому также человек еще имеет способность не только самосознания, но и самопознания. Он может познавать самого себя. Он может познавать окружающий мир. Он может познавать Творца нашего, того, который есть начало всех начал, именно познавать Бога. И поэтому апостол Павел некогда сказал, когда встретился с Иисусом Христом, когда он понял, кто такой Иисус Христос, что Он является истинным Богом и жизнью вечную. И он выразил такие слова, что все, что было для меня преимуществом, я почел засор. И почему? Чтобы познать Его, это Иисуса Христа, силу воскресения Его и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, а праведностью, которая от Бога по вере. Насколько апостол Павел понял величие нашего Господа Иисуса Христа и эту ценность познать Его, чтобы не ошибиться, чтобы не уклониться от истины, чтобы всю вечность потом не сожалевать, что надо было поступить именно вот так, а я как-то пренебрег, не посчитал это важным, проявил такую несерьезность. И поэтому Господь, Он дал человеку способную волю. Только человек имеет свободную волю поступать так или по-другому. И Господь говорит, вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, выбери жизнь, выбери жизнь. И эта жизнь, это жизнь вечная. И Господь говорит, и я даю им жизнь вечную, и не погибнуть вовек, и никто не похитит их из руки моей. И поэтому Господь, как Слово Божие, говорит, что я любовью вечную возлюбил тебя, то мы читаем книгу пророка Иеремию, и там в 31 главе, 3 стихом говорится, «Издали явился мне Господь и сказал, я любовью вечную возлюбил тебя и простер к тебе благоволение». В книге пророка Исаии также говорится о любви Божьей, это 43 глава, 4 стих, там такие слова, «Ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя». Дорогие, и Господь эту любовь, Он доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда еще были далеки от Господа, и Он уже возлюбил нас и отдал самого себя на крест, дорогие, и поэтому велика любовь Божия к нам, и у нас есть и текст, что, вот, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие, и мы видим, что есть мера любви Божией, ибо так возлюбил Бог мир нас, людей, что отдал Сына Единородного. Отец Небесный не пожалел единственного Сына, но предал Его мучению, как пророк Исаия говорит, ибо Ему угодно было поразить Его. Из-за чего? Из-за того, чтобы мы могли иметь возможность быть в присутствии Божьем, быть с Господом, иметь общение с нашим Господом и Иисусом Христом. Дорогие, а как мы можем проверить нашу любовь, какая мера нашей любви и по отношению к человеку мы можем проверить, как читаем в 14-й главе, в 14-й главе, то есть Евангелие от Иоанна 13-м стихом и там говорится наша, какая мера нашей любви к друг к другу, а именно, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих дорогие и поэтому это по отношению друг к другу, по отношению к Богу, здесь мы читаем по отношению к Богу, вот 14-й глава, 15-й стих говорится, «Если любите меня, исполните заповеди мои». Исполните заповеди мои. И поэтому здесь Господь открывает, что послушание Богу является основой всего, дорогие. Послушание Богу это самое, что не есть, ценное, необходимое, и без этого нельзя прийти к Богу, быть с Господом. И поэтому какая мера послушания это одновременно такая же мера и нашей любви к Богу. И поэтому, дорогие, если кого-то в нашем служении беспокоят грехи прошедших лет, и эти грехи лишают мира и покоя, то единственное, что может вас успокоить в вашу душу, утешить вас, это довериться очистительной крови Иисуса Христа, которая только одна имеет эту силу, эту величайшую тайну очищать нашу совесть, наши сердца от всякого греха. И поэтому сам Господь сказал об этом, что сия есть кровь моя, изливаемая во оставление грехов. И поэтому и мы сейчас будем молиться, будем благодарить нашего Господа Иисуса Христа, что некогда мы поверили этим драгоценным словам о любви Божией и сказали эти несколько слов, Господи, я грешник, грешница, прости меня. И поэтому, если и в нашем собрании есть души, которых беспокоят прошлые грехи, никто вас не утешит, не снимет эту тяжесть с груди, с души вашей, как только Иисус Христос. И всего, всего необходимо поверить, что Слово Божие, то есть высшая правда, высшая истина, и в вашей жизни Господь будет поступать только так, как говорит Слово Его. И поэтому сегодня день спасения. Сегодня Господь зовет вас. Выберите жизнь. И мы сейчас будем молиться, будем благодарить нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Редактор Редактор Продолжение следует...